Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли. Итак, сегодня, наконец-таки, я получил свои посылки с Амазона. То есть я потихоньку готовлюсь уже, так скажем, к кемпингу и заказал себе кое-какие вещички. Сейчас я их перед вами распакую. Показывать, конечно, обзоры делать сейчас на все эти девайсы я не буду. Я вам сейчас просто покажу, что я заказал и что я сегодня получил. А обзоры, соответственно, в полевых условиях я сделаю буквально на днях, может быть, через недельку, где-то так, плюс-минус. Итак, буквально на днях я собираюсь ехать к товарищу в пригород Берлина. Он мне разрешил на своем участке протестировать все свои эти прибамбасы, которые я купил. То есть это палатка, матрасик, спальный мешок и посуда, соответственно, для кемпинга. То есть я останусь там с ночевкой и протестирую все в полевых условиях, скажем так, и расскажу вам свои ощущения по тем или иным девайсам. Ну, что касается палатки и всего остального. Итак, давайте, ребята, посмотрим, что же я сегодня получил. Итак, первая у нас это вот такая коробка. Интересно было, да, я заказал на Амазоне все-все вместе, но доставили двумя посылками. То есть и разными курьерами причем. Ладно, первые посылки у нас, как я могу предположить, это спальный мешок. Спальный мешок у нас фирмы называется Scandica Outdoor. То есть сейчас он в таком раскушенном состоянии, естественно, его можно стянуть и он уменьшится в размере. Честно, я почему-то ожидал, что он будет немножко меньше размеров. То есть что касается этого спального мешка, тут вот, я не знаю, вам будет хорошо видно сейчас, нет его температурные диапазоны, так скажем. Ну, как показывает эта данная таблица, что комфортная температура в нем где-то, ну так, от плюс 15 до плюс 5, то есть нормально, должно быть ноль. Это уже такая критическая температура. Ну, так как я планирую путешествовать по Европе, здесь климат в принципе мягкий, если летом здесь до нуля, лето никогда не доходит. Поэтому летом здесь приблизительно где-то ночью, ну до 5 градусов опускается. Так что должно мне его хватить. Вот, естественно, в полевых условиях я его протестирую в ближайшем видео, когда поеду к товарищу, так скажем. Ладно, давайте смотреть, что же у нас дальше. Дальше у нас в коробке. Дальше у нас вот такой вот набор посуды. То есть здесь сюда входит кастрюлька, сковородочка, ложка, вилка и ножик, плюс кружка и вот такая насадка на горелку. Я не знаю, сейчас, надеюсь, вам будет видно, да? Ну, опять же, я говорю, все деталировано, все конкретно обзоры смотрите в следующем видео. Может быть не в следующем, а через видео там. Ну, посмотрим, в ближайшую, скажем так, неделю я постараюсь это все сделать. Поэтому, кому интересно, можете подписаться на канал, там, нажать на колокольчик, чтобы вас это уведомило. Ну, давайте, все же я достану из коробки, покажу вам, как и быть. Потому что самому любопытно, я еще первый раз достаю, вот честное слово. О, так, у нас здесь вот такая вот упаковочка, сеточка, прикольно выглядит. Так, давайте освобождаем. Далее, вот такая вот фигня получается, видите? То есть, получается, можно использовать как крышку, можно использовать как тарелочку, то есть, как чашку. Так, вот так вот у нее ручки. Прикольно, то есть, очень, о, вообще удобно держать в руках, классная штука. Ну, я, в принципе, и ожидал, что это будет классная штука. Далее, у нас кастрюлька на 800 мл. В принципе, чтобы приготовить какой-то сублимат или макарошки на горелке, вообще идеально будет. Далее, у нас есть вот такая вот кружка металлическая. И, естественно, вот такая вот резиновая штука, чтобы, ну, можно было не обжечься. Так, далее. Что у нас здесь я пока что с трудом представляю, но мне интересно. Так, это... А, это у нас ложка, вилка и ножик. Хм, прикольно. Давайте сразу распакуем. Так. Вот такая вот вилка. Кам, все очень компактно, очень легенько. Шикарно. И такой вот ножик. Классно, мне нравится. То есть, я доволен. Опять же, все это находится вот в таком прикольном чехольчике, как вы можете видеть. В него же это все обратно и уберем. И сверху здесь липучка. То есть, все, раз, теперь на липучке. Дальше. Это у нас подставка для газового баллона. То есть, тут под различные размеры этих баллонов можно. Можно большой, длинный, можно... Ну, в общем, разные тут можно поставить без проблем. Далее, вот это самая интересная, на мой взгляд, вещь. Это насадка на газовый баллон. Вот такая вот штука. Она очень маленькая. Работает от пьезо. То есть, получается, вот таким вот макаром мы ее расправляем. Накручиваем на баллон. И здесь кнопка. То есть, и у нас зажигается. То есть, четко, классно, мне нравится. Я балдею. Ага, тут вот открыт. Ага. Вообще шикарно. Так. Давайте-ка ее обратно уберем. Пока что. Так. Все это хранится в такой вот коробочке. Все, застегнули. Так, ладно, это я потом все уберу здесь. В принципе, отсюда я вам показал все, что здесь было. Далее. Далее у нас вот такой вот коврик. Сейчас он, конечно, запакован в пленку. Давайте я его достану из пленки. В принципе, он очень такой компактный. Это не самонадувающийся, по-моему. Хотя, хрен его знает. Я сейчас не помню. Так. Вес его 480 грамм. Размеры 185 на 64. Высота 5,5 сантиметров. Тут есть даже подушка уже как бы на нем встроена. Но это вы все увидите потом в другом видео. Пока я просто так показываю. Далее. Самое главное. Самое главное я ставил на потом. Это палатка. Но только упаковка у палатки меня немножко смущает. Такое ощущение, что ее кто-то купил и уже вернуть успел. Потому что упакована вот эта фигня каким-то левым скотчем, как-то кустарно. Мне это не нравится. Надо будет потом проверить, все ли с ней в порядке. А то, знаете, кто-нибудь вернул, может, там какой-нибудь брак, и они на дурака, может, дальше послали. Это мы потом уже, опять же, в полевых условиях проверим. Сейчас просто нет возможности здесь где-то это ставить палатку. И дома это нереально. Ладно. Ну, в принципе, если что, у Амазона нет проблем вернуть. Я могу вернуть, не объясняя причины. В течение 14 дней вообще без проблем. Поэтому, как бы, я сейчас паниковать не буду. Ну, может, просто кто-то, ну, цвет не понравился и решили вернуть. Хер его знает. Будем надеяться. Так. Ну, размер, в принципе, нормальный. Но, знаете, вот, все вот это в сумме вес, вес меня немножко впечатляет. Знаете что? Давайте я сейчас вот все вот это барахло положу в свой спидбак, и мы посмотрим, как это будет выглядеть в спидбаке. Ну, по размеру и приблизительно вес. Так, давайте сейчас немножко нажму на паузу. Так, друзья, давайте сейчас подумаем, с чего начнем. Давайте сначала я уменьшу его в размере, насколько это возможно. Сейчас симулируем, так скажем, реальные условия. Ну, процентов на 30 он, в принципе, уменьшается за счет этого. Так, вот так вот он получился приблизительно. Так, давайте мы его, наверное, поставим на самое днище. Днище. Так. Потом. Потом мы засунем туда палатку. Так. 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 Хм. Хм. В принципе, я думал, это все подойдет в длину, а это оказывается поперек влезло. Надо будет еще поэкспериментировать немножко. Сейчас мы это дело все закроем. Так. И теперь запельменим. То есть, в принципе, получилась вот такая вот сумка. То есть, еще есть место. То есть, есть еще место. Конечно, это я сейчас так все впихнул. Надо подумать, как это может быть сделать поудобнее. Потому что то, как сейчас оно выглядит, мне не очень нравится. Надо будет поэкспериментировать, поиграться, так скажем, с этим делом. Я думаю, можно будет это все красивее упаковать и больше места будет. Ну, по крайней мере, ну, килограмм сейчас это 8 весит, да. Конечно, если пешком идти в поход и вот это брать, это будет тяжеловато. А если ехать куда-то на мотоцикле или на мопеде, то, в принципе, пофигу. Я-то, в принципе, буду ездить на мотоцикле, поэтому мне по барабану. Я думаю, если что, в перспективе, если барахла будет слишком много, то можно будет еще взять таких сумок. Скажем, две сумки по 30 литров. И вот так тупо по бокам мотоцикла навьючить, ремнями как-нибудь перевязать или здесь какую-нибудь дощечку так сделать, чтобы они тупо висели на этой дощечке. И ремнями это все дело подстраховать. И большую сумку, скажем так, сверху еще положить. И, в принципе, будет бюджетненько и нормально. Главное, что водонепроницаемо. То есть, если дождь пойдет, то, в принципе, можно не бояться. Вот такие вот дела, ребята. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Жмакайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления на следующее видео. Ну, а с вами был я, Вилли. До новых встреч!